Всем добрый вечер. Программа A-Team, традиционно считающаяся самой сложной программой для наших гостей. Особенность её заключается в том, что ведут её исключительно люди по имени Алексей. Сегодня состав следующий. Осин, Гусаров, Нарышкин, который сейчас наконец-то закончит возиться своим гаджетом. И я, Дурново, в качестве модератора. Наш гость сегодня Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Владимир Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я напомню, что можно, в принципе, присунуть вопрос на номер 7985-970-4545 или воспользоваться аккаунтом, вызванным в Твиттере для тех же целей. А пока Алексей Гусаров. Владимир Николаевич, в одном из интервью Вы говорили, что дружите с Дмитрием Муратовым. Почему Вы не выступили в защиту новой газеты, когда журналистам стали угрожать расправы из Чечни? Вы меня сейчас слышите? Вы испугались тогда? Я хочу отключить этот телефон, чтобы нас нечаянно... Сейчас, секунду, отвечу. Так, первое, дружу ли я с Дмитрием Муратова? Дружу. Ну, считаю, что дружу, я думаю, он подтвердит это. Так, что второе там? Почему Вы не выступили в защиту новой газеты, когда журналистам стали угрожать расправы из Чечни? А как Вы представляете, как я должен выступить? Взять, пойти в пикет или что? Ну, например, остальные издания, некоторые, выступили в знак солидарности. Сказали, что мы поддерживаем, мы обеспокоены такой ситуацией. Ну, Вы знаете, честно, особо не задумывался над таким жанром. Не согласен, когда Вы говорите, остальные газеты, я что-то вот не помню, какого-то массового движения. Если бы... А там кто-то пострадал в итоге? Нет? То есть, как Вы считаете? Я считаю, что... Когда угрожают расправой, нужны пострадавшие? Я считаю, что такого рода жанр, ну, скажем так, не обязателен. Угрожают расправой журналистам, к сожалению, часто, регулярно. В том числе и мне угрожают. В том числе и мне угрожают регулярно ваши доблестные слушатели. И мне в голову не приходилось, что я должен позвонить моему другу Муратову и сказать, Дима, родное, выступи в мою защиту. Простите, но речь идет не озвучит. Если у Вас открыть после нашего разговора, сегодняшнего, далеко не будем ходить, отклики на сайте, на наши разговоры, там можно к бабке не ходить, там будет так, опять позвали эту тварь, когда... Это будут сами мягкие твари. Нет, ну что Вы, там тварями в основном нас называют. Нет, там всем, я думаю, у Вас народ пассионарный, поэтому и Вам, видимо... Нет, нет, совершенно нет. Обычно мне достается. Простите, официальное собрание, которое было в мечети в Грозном, и пользователи сайта? Но Вы же сами понимаете, что это разные... Я не вижу. Нет, подождите, Вы... Началось, елки-палка. Во-первых, у Вас считает, что я один, во-вторых, Вы сами... Я молчу еще. Хорошо, давайте так. Вы... Это же называется манипуляцией. Когда Вы говорите, Вы сами понимаете, что мечеть в Грозном и слушатели радио «Эхо Москвы» — это разные вещи. По-моему, ничего отличия нет, что слушатели радио «Эхо Москвы», что мечеть в Грозном. Какая разница? То есть... И там боевые пассионарные люди. Угрожать, значит, журналистам, я еще раз повторю, и это вполне серьезно, угрожает журналистам в наше время, значит, всем, кто высовывается, что называется, в том числе журналистам «Капсумольская правда». Мне в голову не приходит, что мы должны из этого делать события. Что должно случиться, чтобы Вы почувствовали, ну, единым журналистским цехом себя с остальными изданиями? Ну, Вы как-то меня трактуете... А я что, сейчас изгой, что ли? Я не в составе журналистского цеха. Вы себя сейчас как-то отделяете. 15 минут назад, или полчаса назад, я расстался с Вашим главным редактором Алексеем Венедиктовым, с которым сидели за одним столом, пили чай. Если меня Алексей Венедиктов попросит, или Дмитрий Муратов попросит, Володь, поддержи нас в том-то и в том-то, я уверен, что я их буду поддерживать в том-то и в том-то. А не просил Вас, Муратов, поддержать его вот в этой ситуации? Муратов, я надеюсь, он, если нас не слушает, то он может это прочесть. Нет, Муратов меня никогда нечего подобного не просил. А внутренние потребности нет у Вас разве? Какой внутренней потребности, ребят? Вот давайте, что я должен делать, по Вашей версии? Выйти на пикет, или что, поддержать новую газету в данном случае? В новой газете работает полно моих друзей. Никакой экзотики нету. Ну, полно, не полно, но человек пять, наверное, можно называть моими друзьями. Вот, и они называют меня своим другом. Какая-то фальшивая у Вас, мне кажется. Какая фальшивая? Ну, помилуйте, слушайте, Политковская из новой газеты убита. Истемирова убита. А Вы считаете, что собрание не самых последних людей в Чечне, это то же самое, что просто посетители сайта, у которых у многих или у части определенной сносят голову весной, осенью? Для Вас это одно и то же? То есть, если бы Кадыров сказал убить журналистов новой, это тогда угроза. Комсомольская правда готова поучаствовать в какой-то поддержке. Хорошо, поехали. Попытаемся разложить это. Раз Вам она так важна, что для меня несколько экзотична. Ну, ладно. Я думаю, если есть какие-то ситуации, когда нам надо, как Вы сказали, соединиться, объединиться, солидарность проявить, да, именно такое. Я думаю, у нас вообще жизнь такая интересная, что мы могли бы находить поводы для проявления такой вот солидарности. Я, кстати, не очень могу понять. Все-таки Вы мне не ответили. Что мы должны сделать? Выйти в пикет, написать в газете. Ну, в это определение главного редактора, например, подожди, а есть такая форма заявления главного редактора? Я беспокоен угрозами в адрес моих друзей. Ой, ой. Нет? Да нет, я что-то не помню. Это такое кокетство будет. Это выражение солидарности. Выражение солидарности. Я должен у себя в газете написать, я беспокоен тем-то. Подождите, я не поверю, что Вы, медиаменджер, с таким огромным опытом, не знаете, как отреагировать. Если Вы действительно бы захотели, у Вас гигантский опыт медиаменеджера и журналистов. Неужели Вы бы не нашли подходящий ответ, если бы Вы хотели? Я понимаю, что Вам надо меня как-то куда-то в некий угол загнать, но я правда думаю, что Вы несколько здесь, ну, как бы поточнее выразиться, ну, несколько не тот повод. Опять же, повторяю, если ситуация действительно очень экстраординарная, есть вещи, которые экстраординарны для России, а есть вещи, которые экстраординарны для Швейцарии. У нас страна такая боевая, турбулентная, не очень законопослушная, Вы это отлично знаете. Поэтому, если какая-то ситуация возникла, которая требует нашего общего некого решения или заявления, как вот коллега говорит Алексей, ну, наверное, я так как это представляю. У нас есть некие такие признанные дуаины, да, и, как правильно сказать, такие старшие товарищи. Это имеется в виду коллег. Например, я вот так пытаюсь представить, вот обращается или сам Дема Муратов, или, ну, неважно, о какой газете речь, или там Павел Гусев у нас уважаемый есть, или он член, или не член, но глава Союза журналистов Москвы, да, и говорит, ребят, давайте мы вот выступим с заявлением. И мы выступаем с заявлением. Такие случаи были, но они касались не чеченских каких-то радостей, значит, а они касались, например, проблем с экономических проблем медиа, да, прессы. Ну, вот мы писали письма, там, Путину, значит, о том, о сём, значит, просим решить, помочь и так далее. В данном случае, если было что-то вот совсем-совсем-совсем, что ой-ой-ой, что творится-то, точно так же бы сделали. Я не понимаю, зачем надо, зачем вы от меня требуете, чтобы я персонально в своей газете выражал заботчинство. Поймите, что тогда мне надо в каждой газете, в каждой газете найти такой уголок в каждом номере, где, а у вас на радио, где Венедиктов ваш будет, значит, Алексей Алексеевич, уважаемый, будет, а я у себя в газете, будет, значит, писать, сегодня я озабочен тем-то и тем-то. Может быть, это, кстати, жанр, но для меня он непривычен. Наверное, это жанр, можно сделать, чем я озабочен сегодня. Ну что? Всё, ведь уделали, уделали нас всех четверых. Я напомню, разъю... Заметьте, я не произнес ни слова. Да, сейчас для тебя очередь дойдёт. Главный редактор Комсомольской правды, Владимир Сунгоркин в эфире «Эхо Москвы», программа «Этим» здесь «Четыре Алексея». У нас есть трансляция на сайте эхо.мск.ру, сетивизоре, и трансляция в официальной группе «Эхо Москвы» в Фейсбуке. Расскажите, пожалуйста, мучает меня этот вопрос уже не первый год. Как развивается сейчас история со свидетелем Волошиным, который утверждал, что был малозийский «Боинг» сбит? У вас пятым вопросом «Скайбеда» должна стоять, нет? Да, не, первым, первым. Я просто решил такую ротацию сделать. Да, и пошлые люди всё-таки. Спасибо. И предсказуемые. То есть «Скайбеда» в вашей газете? Подождите, давайте не увлекаться «Скайбедой», пожалуйста, Владимир Николаевич. Вопрос Алексея Нарышкина. Владимир Николаевич считает мои мысли, я боюсь вас. Да, мне кажется, мне кажется, ну, я вам сказал, что я шёл на особое мнение, потом оказалось, что это вот встреча с четырьмя, а тем, ну, это моя была проблема, я не вник. Ну, на самом деле, мне кажется, если раз мы собрались, и разные поколения людей могли бы поговорить, хотя это ваш жанр, наверное, не загоняет человека в некие, а вот мы по больным точкам. Я ж кому больше не приду, да, тогда. Почему вы так думаете? Ну, мне кажется, ну, хотя не знаю. Вы угрожаете нам? Нет, 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 просто жанр, он такой, ну, он мне просто не нравится. Ну, ладно. Хорошо, что мы там про Волошина, да? Значит, я не слежу, да, я не слежу за его судьбой. Но если вы хотите сказать, что мы занимались дезинформацией населения, давайте вспомним, сколько это лет, вы лучше меня сейчас, видимо, готовились, сколько лет назад это всё было? В 2014 год. В 2014 год, значит, прошло, ну, наверное, 2-3 года, да, 2,5-3. Значит, на дворе 2017 год. Мы имеем результаты расследования? Мой ответ – нет. Результатов расследования этой катастрофы нет. Пока результатов нет, и я и себе, и вам желаю, когда появляется человек, который говорит, я что-то знаю, и как в случае, как его фамилия была, я знаю. Волошин. Нет, нет, по-моему, Волошин-то летчик был, нет? Капитан Волошин был. Капитан Волошин. Секретный свидетель, который, чьи показания снимают все обвинения с ополчения и России, это я цитирую ваше издание. Понятно, 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 значит, появляется этот капитан Волошин, не про свою фамилию, естественно, я не помню, появляется капитан Волошин, мы с ним встречаемся, он показывает набор документов, что он настоящий капитан Волошин, да, не сумасшедший, сбежавший из дома. Мы с ним разговариваем, обсуждаем, что он знает, он служил на этом аэродроме в техническом обеспечении. Потом мы говорим, ты можешь, дорогой капитан Волошин, если это капитан Волошин, да, я просто не помню фамилию, ты можешь нам рассказать все это по, ну, в эфире, да, у нас был тогда телеканал? Да, могу, хорошо, договорились. Так, дальше мы приглашаем, как сейчас помню, трех ребят, которые занимались этой темой, ну, наши ребята, которые занимались, этого Арсегов, который Николай, который там был, Дмитрий Стешин и Александр Коц. Вот мы все садимся и начинаем его пытать. Ну, естественно, под камерой, как вы меня сейчас знаете. Он рассказывает, что вот он видел летчика, называет его фамилию, вернувшегося с полета, удрученного, с некими репликами. Он говорит, мы все даем в эфир. Вы мне посоветуете, как умные люди, а нам не было его тогда показывать. Или вы хотите сказать, что его слова не подтвердились, пока никакого расследования нету, результатов. Можно спросить, до того, как этот человек появился в эфир, вы как-то проверяли его слова? А как, научите меня, как можно проверить слова? Появляется человек, который несет, простите, рассказывает новые интересные подробности, переворачивающие все о значимом деле. Вы любого человека поставите в эфир, который будет это говорить? Подождите, нет, подождите. Появляется человек, который предъявляет нам документы, значит, которые подтверждают, что он служил на данном аэродроме, значит, что он находится в звании капитана, бла-бла-бла. Почему мы должны его не служить? Просто подтверждают его личность, но не его слова. А хорошо, а научите меня, раз вы такие умные, научите меня, как можно подтвердить его слова до того, как он их сказал. Вы меня научите. Простите, если газета выступает с расследованием, а вы выступите... Гусаров, а ты поверил Стрелкову, когда тот сказал, что он взглянул самолет? Например, хотя бы. Ну, бывает, понимаете, я считаю, я считаю, вот если бы ситуация бы повторилась, вот сегодня, и появился бы этот капитан Волошин, я точно, точно вот по этой же линии бы шел. Я никакой, честно скажу вам, может, вы знаете, я никакого другого способа вести публицистику не знаю. Вы мне предлагайте, надо было его проверить. Слушайте, что значит надо было его проверить, проведете всего слов? Я вам напоминаю, что на сегодня нет никаких результатов этого расследования. Ну, мы знаем, что версия, которую озвучил у вас Волошин в эфире, она несостоятельна, ее опровергли все. Да нет, ну, слушайте, ну, это такая пропаганда. Владимир Николаевич, ее опровергли, подождите, подождите, что значит ее опровергли все? В смысле? Известно, и Россия говорит, и международная следственная группа говорят, что был самолет с битбуком. Простите, я для наших слушателей, я просто напомню. На тот момент, на тот момент, никакого итогового, значит, расследования, итогового расследования не было. Дальше. И на этот момент все такие умные, все говорят, что с битбуком. Хорошо, ребят, а где это все-таки, где тот самый, тот самый международный суд, который должен был вынести некий приговор? Владимир Николаевич, у меня вопрос, простите, коллеги, секунду. Коллеги, секунду. Поймите, два, я вам предлагаю тоже задуматься, прошло два с половиной года, и нашим замечательным слушателям, прошло два с половиной года, почти три, почти три, почти три, вот. Значит, прошло три года, и в нашей ситуации, когда страна, значит, находится в изоляции, когда Запад к нам относится примерно, как вы сейчас ко мне, да, значит, и при этом они не пользуются шикарной возможностью вынести некий судебный приговор. Владимир Николаевич, если суд состоится, и суд скажет, что Боинг сбит, по-разному называются, сепаратистами, борцами за свободу, теми, кто воевал в Донбассе против, за отделение, за независимость от Украины. Если суд международный говорит, что сбили они, вы поверите суду? Ну, я думаю, что это будет другая история, надо будет посмотреть. Ну, я гипотетически, вот суд состоялся, и он говорит, а они, Гиркин... Если это вот тот самый суд, который сейчас работает, ну, международный, признанный, с участием, кстати, я бы попросил, раз уж вы так ходатайствуете за это дело, я бы попросил и участие российской стороны. — Как кого? — Как свидетели, как эксперт. — А свидетели чего? О, нет, подождите. — Стоп, 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 не увлекайтесь. Я хочу услышать ответ. — Ну, у нас же есть, подождите, у нас же есть в российской стороне по этой теме существует целый ряд экспертиз, которые делал Алмаз Антей и прочее, прочее. Почему их не привлечь? Почему им не получат? — Владимир Николаевич, не уходите, пожалуйста, от ответа. — Суд состоялся, да, даже, допустим, с участием России как свидетеля, и суд сказал, сбили вот эти вот люди, статус борцы за независимость, как они сейчас сами называют, и свободу, во главе с Гиркиным. Вы поверите такому суду, такому решению? Вот вы, не как главный, а как человек. Вы скажете, да, действительно, значит так, суд решил, значит так и есть. — Вполне возможно, скажу, да, суд решил. — А скажите мне, пожалуйста, когда Владимир Николаевич... — Как будто это религиозный какой-то... — Не-не-не, ну какая религия, ну что вы, Владимир Николаевич, все-таки, когда вы разговаривали с Владимиром Волош... с капитаном Волошиным, у вас было... вы допускали, что он может говорить полнейшую неправду? — Конечно, почему нет. — То есть вы, в принципе, готовы были бы на эту тему общаться с любым человеком, даже если он говорит абсолютную неправду, только, например, с других позиций. — Вот вы бы позвали такого, вот пришел бы человек, такой же вот капитан чего-нибудь, который говорит... — Ну почему нет? — Наш слушатель Игорь прямо сейчас вас спрашивает, Владимир Николаевич, я, пишет Игорь, из Петербурга, знаю, что сбили российские военные, тоже могу документы показать. Меня опубликует комсомольская правда? — Ну надо с ним встретиться, поговорить, изучить и так далее. Ну, как я ему сейчас могу это говорить? Маленько у вас что пишет, давайте встретимся. — Действительно. — Пожалуйста, мы ему отвечаем, ну слушай, ну должна быть какая-то последовательность. — Значит, тот-то вам пишет, он может, он из Питера пишет, да? — Да. — Пожалуйста, он может зайти в нашу редакцию, там есть редактор Евгений Кульков, и я вот при вас прошу Евгения Кулькова с ним встретиться, посмотреть его документы и дальше будем решать. — Игорь вперед. — Может быть, так, последовательно тоже правильно? И, по-моему, нормальный ход. Встретимся, поговорим, послушаем. — Ну, да, я на еще одну же выторпевающую тему, но несколько с другой стороны. Честно говоря, меня вот после случая с Ульяной Скобидой не покидало ощущение, что вы совершенно напрасно ходили и извинялись. — Хочу узнать ваше мнение на этот счет, потому что после этого было произнесено столько вещей, которые в подметке не годятся тому, что она сказала. И, тем не менее, ни одного извинения от журналистов других изданий, скажем, не прозвучало. Вот по поводу разных вещей, касающихся Великой Отечественной войны, про шизофреничку космодемьянскую и про отсутствие 20-ти войны и так далее. Вот вы не пожалели ни разу о том, что вы... — Нет, нет, нет. — А почему? Как тогда общаться вот с людьми, в том числе которых вы называете своими друзьями, если они в поведении журналистской этики ведут себя совершенно иначе, чем вы? Как вы к этому относитесь? — Давайте, раз уж эта тема тоже замечательная была, во-первых, случай, случившийся с Ульяновской бедой, было страшно сказать, 5 с лишним лет, больше 5 лет назад. — У нас, видите, память хорошая. — Да нет, да, наоборот. — Если вы про абажур, это 4 года прошло, 13-й год был. — Что? — 13-й год был, 4 года прошло. Если вы про абажур, это 4 года. — А, по-моему, 12-й, ну ладно. — Да нет, просто шли в Дня Победы. — Нет, это был 12-й год. — 13-й. — 13-й, да. — Шли в Дня Победы и разнообразных институаций заставил меня задать этот вопрос. Потому что много очень прозвучало прямо сейчас. И я вспомнил тот случай просто, и всё. — Ну, знаете, как раз вы, по сути, говорите о том, о чем я тогда говорил. Я, первое, конечно, Скайбеда, это ляпнуло, значит, в угаре публицистических дискуссий. Там была целая история, как это попало на сайт, чисто по недоразумению. И я действительно счёл важным, как главный редактор. Значит, а вы посмотрите, кстати, какой год. Вот у меня ощущение, что 2012. У меня есть просто своя личная там зарубка. Поэтому, мне кажется, это был мая 2012. Я был в отпуске далеко от Среди. Когда, в общем, мы всё это обнаружили, там, через 30 минут всё это было убрано с сайта. Это же в газете не было, это было на сайте. И, ну, думаем, всякое бывает. Плохо, конечно, но живём дальше. Вдруг поднимается волна до неба вообще. Отчего я, честно сказать, обалдел. Почему я обалдел? Потому что я имею обыкновение очень много читать. И я читаю, как, в том числе, герои вашей радиостанции высказываются в адрес русских, там и прочих. 15 мая 2013 года. 13-го. Значит, сейчас путал. Интересно. Бывает. В адрес, там, значит, русских и таких, и всяких, и совершенно... Или арабов, там высказываются те же наши сторонники, значит, великого Израиля. И ничего никто не замечает. Или там один, говорит, вот, крошим эту зелень, как комиссары этих... Или не комиссары... Который орган-то извинялся за это. Да, ну, много было. Носик там, значит, любит порассуждать. Вот это никто никого ничего не замечает. А тут, значит, мы и антисемиты, и бла-бла-бла. Потом первое, что я ищел... А, что значит, ходил? Я не так хотел... Пустили... Вы у нас были, я вас вижу. Да-да-да-да, в Сальбаци. Это же Армагеддон был. Я был в разговоре с Сальбаци. Значит, а тут, друг, Шум, Гам, Гозман, Альбаци, Алексей Алексеевич, Венедиктов и прочее, прочее, значит, Шум, Гам, Тарарам. И меня это восхитило просто. Слушайте, просто впечатлило. И потому что, значит, я ходил. Мне говорят, вы готовы, значит, как-то объясниться с дождязмом? Я говорю, да, готов. Потому что я считал, что позиция вполне человеческая. Только я еще, пользуясь случаем, скажу кое-что про своих оппонентов. Вот. И это было, мне кажется, ну, в общем, я не разочаровывал. Потому что, потому что все переводили на эту несчастную, значит, беду, которая ляпнула и сто раз извинилась, действительно. На комсомолку, которая пятнадцать раз извинилась, в моем-то, с моими устами. И в это время разлюли малина. Никто не извиняется, все обзываются. Ну, правильно говорить. Если ты говоришь плохо там про русских или про неведомых мне арабов, как израильтяне очень любят, значит, там, гласно, в том числе и на вашем станции, носик тут, значит, вы на сайте вашей станции. Это ужасно. Носика судили потом за это. Носика судили не за это. Носика судили, когда он уже раз пятнадцать, ну, пятнадцать сутрирует, но раз шесть он уже высказался самыми невероятными предложениями о судьбе арабских народов. Тогда дело дошло до суда. Ну, я вам просто напомню, у нас тридцать секунд до конца, что тогда обиделся, например, среди прочих вице-мэр Леонид Печатников, который, по-моему, на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос другого журналиста. Ну, да, не только о Печатнике. Но скажите, пожалуйста, вы такие высказывания про абажуры считаете ли вы их допустимыми? Слушайте, вы же вроде готовились к встрече, я извинился за это перед всеми. Нет, понятно. Можно извиняться в глубине души, считая, что это нормально. Вы что, на встречу у психиатра? Нет, 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 я помогу прямомысить. А в глубине души, уважаемый Алексей Кулак. Я хочу услышать ответ на вопрос и, надеюсь, услышу его после новостей рекламы. Это непрофессионально. Ой, ну ладно, ладно. Поэтому говорили. Вы тоже забавные. Ой, провокаторы за работы, ёлки-палки. Кто там у нас такая беда сейчас? Попытаюсь вычислить, что вы ещё мне притащите. А, Любовь Путин. Сейчас новости. 20.30 в столице. На их новости у микрофона Елена Лихоид. Взрыв в столице Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее в британской полиции рассказали, что после взрыва на стадионе в Манчестере и гибели 22-х человек полицейские задержали пятерых подозреваемых. Все участники соглашения о сокращении добычи нефти согласны продлить договорённости ещё на 9 месяцев. Об этом сообщил министр нефти Кувейта Иссам Аль Марзук. Окончательное решение планируется принять на встречу ОПЕК и стран, не входящих в организацию завтра. Два человека погибли. Около 450 остались без жилья из-за пожаров в Красноярском крае. Сложнее всего ситуация в городе Канск, где огонь уничтожил свыше 50 домов. Власти отмечают, что количество пострадавших ещё может вырасти. По данным МЧС, причиной пожаров стало сжигание сухой травы. В Джакарте произошли два взрыва, в результате которых погибли три человека. Кроме того, по данным агентства Reuters, ранены несколько полицейских. Бомбы в столице Индонезии сработали с разницей в несколько минут около автобусной остановки. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Самым богатым сотрудником Росгвардии по итогам прошлого года стал полковник полиции Вадим Медведев. Его доход составил 26 миллионов рублей, что в четыре раза больше по сравнению с заработком директора ведомства Виктора Золотова. Это следует из опубликованных Росгвардии деклараций. Известно, что Вадим Медведев занимает должность начальника центра лицензионно-разрешительной работы. Самой богатой семьей оказались замначальника главного управления Росгвардии по московскому округу Виктор Дикевич и его супруга. Вместе они задекларировали около 37 миллионов рублей. Ростелеком работает над единой национальной платформой для идентификации россиян. Об этом рассказал президент компании Михаил Осиевский. По его словам, каждый человек будет находиться в глобальной базе, благодаря которой сможет, например, заселяться в гостиницу без предъявления документов. В компании уточнили, что разработки планируется использовать прежде всего в здравоохранении и образовании, сообщает РБК. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский «Спартак» более чем на миллион рублей за беспорядки на матче в Туле. Местный арсенал должен будет заплатить в качестве штрафа 350 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» в минувшее воскресенье выбежали на поле в Туле, сломали ворота, разорвали сетку на сувениры. Кроме того, во время встречи вырвали более сотни сидений и подожгли их. О погоде сейчас в столице 20 градусов, завтра 19.21, облачно, местами дождь. Елена Лиховская, служба информации «Эх, Москвы». Довольно вы? Одного довели уже, видите, дурного не придет больше. Осталось три. Все, держимся, у меня уже руки дрожат. Алексей, ты вернулся, ты вытер слезы. Слушайте, у вас вообще, слушайте, Дурново, Нарышкин, это вы что, тут дворянская... Контрреволюция. Дурново кто был на помощь? Нарышкин нам там понятно. Слушайте, много было, был... Самый знаменитый автор записки был товарищ министр внутренних дел. И в какой-то момент, очень недолго, он был лидером объединенных консерваторов в Думе. Я больше, что с юриспруденцией что-то... Еще был Дурново генерал-аншеф времен войны 12-го года. Еще был Дурново председатель Совета Министров при Александре Третьем. Ну, фамилия-то редкая, получается, вы... Все родственники. Все родственники? Крестьянам не давали эту фамилию. Ну, часто помещики давали крестьянам свои. Я ему не поверю. Вот тут не давали. Потому что Сергей Евгеньевич Нарышкин отказывался, говорит, я не знаю никаких Нарышкиных. Но фамилия красивая, Нарышкин. Лучше, чем Дурново, правда? Да, Дурново сомнительно, но Дурново выкручивается. Сомнительно. Ну, выкручивается за счет все-таки великих, великих... С первого класса вот я это слышу. А откуда? Откуда она идет, Дурново? Ну, считается, что основатель вот именно фамилии был человеком крайне скверного характера. У него говорили, что он дурной. Да, дурной по характеру. Вы его гены несете. Конечно. Вот, иначе вы бы здесь не работали. Был бы у вас хороший характер, вы бы в российской газете... Был бы библиотекарем. Почему библиотекарем? В российской газете можно, или я не знаю. Зачем? Ну как зачем? Зачем работать в российской газете? Зачем? Ну зачем люди работают? Ты помнишь свой вопрос? Зарплату получать, например. 20 часов 35 минут. Мы тут о том, где зарплату получать. И за что? Дурново уходит в российскую газету. Сенсация. Так, ну вот, вот, вот. Вот, все передернул сейчас, Охин. Вот, вот. Нет, буду с тобой работать. Все устроено. Буду с тобой работать в спортотделе. Охин, Гусаров, Нарышкин и Дурново, программа «ИТИМ», Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Владимир Николаевич, вот вы меня тут за несколько минут до начала новостей обвинили в непрофессионализме. Все-таки я тогда объясню. Когда тогда была вся эта история, я напомню, мы говорили про скайбиду и абажуры, у меня было ощущение, что извинения Владимира Николаевича Сунгоркина абсолютно искренние. Сейчас у меня из этого разговора сложилось впечатление, что вы тогда извинялись, чтобы схлынул скандал. Ошибочное ощущение? Ничего себе. Конечно, ошибочно. А почему у вас такое впечатление? Вот я, значит, сижу перед вами, говорю то же, что любой может отмотать назад, техника позволяет. Где, в какой момент у вас... Вы же журналист, да, вы должны искать истину. В какой момент к вам закралось такое сомнение? Вы меня заинтриговали. Вы же мне в голову не приходилось, что я лицемерно. Вы сейчас рассказывали, как там складывалась ситуация, да, и что вы среагировали именно на обиду коллег. Я понял. Ну, просто я действительно... Вот смотрите, когда всё это она там, значит, изрекла, мы буквально через, по-моему, минут через 20-30 это обнаружили, затёрли, обругали её, да, и думали, что, ну, собственно, проехали. А когда поднялась вот эта огромная волна, я помню, там, мы её посадим, там же пошли, я помню, такие очень суровые разговоры со своими коллегами. Я говорю, слушайте, что вы эту волну поднимаете? На самом деле волна, я опять как человек опытный, вся эта волна, которую тогда подняли, она имела очень-очень дурную часть ещё, может быть, не сильно афишируем, но дело прошлое. Ведь тогда огромное количество людей, когда мы стали во всех медиа стали проклинать Скайбиду, и получился очень дурной аспект, который мы не афишировали, огромное количество антисемитских, реально настроенных людей бросились защищать Скайбиду и кричать, вот она, национальная героиня, давайте её в Думу проведём и так далее. И я своим коллегам говорил, ребята, может быть, перестанем все эти сеансы стриптизы устраивать, мы извинились, зачем по всем каналам, по Эхо в Москве, везде, значит, подняли это дело. Тем более народ, значит, он знает, сколько оскорблений в его адресах, звучит русский народ, например. Вот, но, значит, нет, мы её посадим, я говорю, слушайте, мы же извинились, это ничего не решает, мы её посадим. Тогда целая была такая, значит, группа товарищей собралась, которая реально хотела её посадить. Может быть, я так думаю, может быть, начать садить всё-таки с более свирепых заявителей. Например, сносика, прости. Например, сносика. Сносик был более свиреп, чем. Ну, конечно, он не собирался извиняться, по-моему, не извиняться, устоит на своём всех арабов убить, и они не имеют права существовать на нашей планете Земля. По-моему, это более... Мормон не так говорил. Ну, близко к этому. Ну, вот вы видите, близко к тексту, это ваша какая-то вариация, и вы немножко так дезориентируетесь. Подождите, подождите, никого не дезориентируйте. Любой из слушателей может легко набрать, у нас же слушатели продвинутые, что говорил Носик. И всё, и они... То, что вы сейчас произнесли, это не цитата из Носика. Да, ну, это близко к тому. Я не специалист по цитированию, но это близко. Как вы считаете, в суде можно вот так вот тоже руководствоваться такими принципами к тексту? Носик хотел убить всех арабов, близко к тексту. Как всё пошло, какой разговор пошло. А ещё, подождите, ну, хорошо, пошлый разговор, с Носиком понятно. А ещё вот кого надо было бы осудить за высказывание? Очень, очень, очень много абсолютно таких, на мой взгляд, значит, похожих по незаконности высказываний допускал Леонид Гозман, Леонид Яковлевич Гозман, и который с азартом гонял эту скайбидозу эту, ну, в арсенале Гозмана есть много заявлений, которые гендуют. Ну, пример может, ещё, ну, мы вспомнили, мы вспомнили, а, что? Она же как раз тогда именно к Гозману обращалась. Может быть, я уже не помню, вы лучше помните. Ещё, ну, глубоко уважаем мною, Иван Андреевич Ургант, мне кажется, нехорошо пошутил, но я не считаю, что это повод сейчас всем обрушиться на Ивана Урганта. Нет, это, ну, бывает всякое с людьми, когда-нибудь в прямом эфире. Вы вашей сотрудницейской беде тогда премию какую-то за вредность выплатили? Нет, премию за вредность, я же сказал, мы её подвергли тоже, так сказать, критике и наказанием. А наказание, попросите, что за наказание было? Ну, я уже не помню, слушай, пять лет назад, это высота истории носить, как нищие с торбой. У нас... Ну, какое наказание, не знаю, наоборот, на штрафовали, запретили писать, в отпуск отправили на Мальдивы. Мы вынесли, я думаю, выговор, сейчас не помню, слушай, но у меня работают три тысячи человек. Вы можете представить, три тысячи журналистов работают у нас в системе. Вот тоже тема абсолютно связана с этим. Как вы для себя... Скорее, я не была на Мальдивах, я думаю, но я вот вдруг вспомнил, что, да, после всех этих разборок, воплей, значит, и так далее, у неё было очень серьёзно здоровье подорвано из-за одной неосторожной фразы. Она ездила в отпуск, ну, и, как ни странно, я помню, где она была, она в Абхазии в отпуск проводила. В Абхазии, да, это тоже... Чтобы вы тоже тут не вводили заблуждение. Абхазию вы считаете независимым государством? Абхазию я не считаю независимым государством. А почему Абхазия должна быть? А Абхазия, это что? Признана Российской Федерацией как независимое государство. Но Абхазия и Южная Осетия, это что? Абхазия и Южная Осетия, это историческая проблема, которая возникла по целому ряду причин. А что такое по статусу? Я думаю, это земля Абхазов, безусловно. Всё-таки независимое государство Абхазии. Ну, чтобы вести дискуссию, например, ту, которую вы сейчас предлагаете, надо хорошо так посидеть и определиться в терминах, что мы подразумеваем под словом «независимое государство». Вот один... Нет, всё это серьёзнее, чем вы думаете. Один умный человек, значит, не буду его называть, а то вдруг тут же накинетесь на него хороший, я его считаю, хорошим экспертом, он считает, что независимых государств на планете, может быть, два, может быть, восемь, как считать, понимаете? Может быть, это Китай и США, может быть, их три, Китай и США, и, может, четыре, США, Индия и, значит, Россия. Остальные все находятся под мощным влиянием и принимаются решения под мощным влиянием более могущественного государства. Скажите, пожалуйста. Простите, а вы так же думаете? Я думаю, что термин «независимое государство», если уж так сюда гулять, да, он нуждается... Ну, можно сесть и подискутируйте, а я считаю, что вот это вот все независимое государство. Другой скажет, ну, нет, я считаю, что вот это независимое. Вы как думаете? Я считаю, что у нас на планете, наверное, так не пересчитывал, я не эксперт вот этим, ну, думаю, так на глазок примерно восемь независимых государств, в том числе, например, независимых государств, я вам сейчас кость брошу, вы обрадуетесь, например, в список независимых государств я бы внес Северную Корею, налетай. Потому что она принимает решение, ни на кого не оглядываясь. Вот это независимое государство. А от Грузии Абхазия независима? От Грузии? В данный момент, да. Абсолютно. Я думаю, абсолютно. Простите, ваша тема... Я думаю, от кого она зависима, она зависима от России. Все точно. Владимир Николаевич, вы сами заговорили о Северной Корее. Ким Чен Инн восхищает вас, нет? Нет, Ким Чен Инн меня не восхищает. Это почему меня... Слушайте, почему я должен восхищать Ким Чен Инн? Почему вы сами сказали, что это Северная Корея одна из восьми независимых? Объясните. Слушайте, вот почему я о ярлыке? Почему, если я говорю, что страна независимая, я должен этим восхищаться? Признак независимости страны, что все решения эта страна принимает независимо от какой-либо внешней силы. Точка? Китай. Китай тоже независимая страна. Китай влияет на КНДР. Китай влияет на КНДР. Хорошо, можно подискутировать. Я думаю, в чем-то он влияет. Но решение, я думаю, вы можете думать, так он, так он, так и так. Она может так. Я думаю, что КНДР, когда она говорит, запущу-ка я ракету вот туда-то, она принимает решение, не звоня товарищу Син Цзиньпинову и спрашивая, а можно мы ракету запустим? Нет. Это круто или это хулиганство? Круто или хулиганство? Я думаю, это не круто. Я не думаю, что это прямо ярко выраженное хулиганство. Я думаю, что если бы она так себя не вела, ее бы уже давно смяли и все. Вот и все. Это наука или демонстрация? Это представление конкретной страны о том, как она должна демонстрировать свою независимость. Ну, вот они так демонстрируют. Все. Мы можем так, а не эдак. Давайте, простите, перейдем к ритуальным событиям. Это была пятиминутка геополитики с Владимиром Сунгоркиным. Вчера были демонстративные обыски у Кирилла Серебренникова, режиссера с мировым именем. Вся театрально-общественные шоки. Это на фоне нового болотного дела. Что происходит в России? Так долго пугали 1937 годом, что он наступает? Неужели это так? Господи, типун вам на языке. Какой 1937 год? 1937 год все-таки, ну, не стоит примешивать к тому, что в России. А вам же не угодишь, когда никого не садят и никого не арестовывают, вы же говорите, ну, вы же, прогрессивная общественность, я имею в виду, вы же говорите, ну, что это такое, никого не посадят? Начали садить. Когда мы такое говорили? Нахи Москвы всегда, что все погрязливка, ну, не вы персональные, я имею в виду, это, кстати, тема, которая постоянно на уровне банальности говорится. Никого не садят, никого, все безнаказанно. Начали садить губернаторов, там, министр, хотя бы под домашнее. Теперь, значит, снова плохо. 1937 год. Ну, это не 1937 год, это просто, просто кого-то прихватывает. Среди для кого-то еще. Боле Серебряников на эту минуту находится в статусе свидетеля. Ну, и тем более непонятно, зачем тогда обыски у него были. Получил он, ну, там же цифры, я вам назову цифру, если вы ее не знаете, может, вы ее знаете, там прозвучала цифра, которая меня впечатлила, что через него прошло 35 миллионов бюджетных средств. А вот, ну, вы уважаете таких людей, как Олег Табаков, Евгений Миронов? Извините, что? Олег Табаков, Евгений Миронов, их мнение для вас что-то значит? Ой, господи. Ну, что вот, вы меня вынуждаете, конечно. Дело в том, что и Олег Табаков, и Евгений Миронов, и прочие... Чулпан Хаматова, например. Чулпан, я бы сюда отдельно, они тоже ведут большие хозяйственные проекты, да, с большим количеством бюджетных денег. Я думаю, они действительно, вот как вы, мы начали с того, а поддержишь ли ты Диму Муратова? Я думаю, они как раз поддержали, я думаю, это такая сословная, как это назвать? Цеховая. Цеховая солидарность, да. Но солидарность не великих артистов, подчёркиваю, а солидарность людей, которые работают с бюджетными средствами, и, как вы выразили вначале, руки прочь от всемирно известных режиссёров. Его что, призвали в Кутузского эти следователи за то, что он крикнул, там, условно говоря, «дало антинародный режим Путина?» Его ж не за это. А наобесы кремлёвских активистов возбудили уголовное дело. Вы не знаете этого? Про каких, про кремлёвских? В 2015 году была выставка про кремлёвского фонда, на которой активисты пожаловались на расходы бюджетных средств, по их мнению, чрезмерные. В тех спектаклях, где был мат, и в основном это были спектакли Кирилла Серебряникова. Я это глубоко не изучаю. Я, Кирилла Серебряникова, творчество, ну, не моё, скажем так, я не являюсь поклонником его гениального таланта, но я думаю, мы можем вот здесь сидеть и рассуждать, и забрасывать самые разные версии, но для этого и существует наш суд, самый справедливый в мире, как известно, который должен, опять же, рассматривать. Давайте заброшу, пожалуйста, слушайте, тем более про суд вы вспомнили. Наконец-то, наконец-то. Наш эфир сейчас слушает Ольга Старовойтова, сестра Галины Старовойтовой, она подкинула вам вопрос. Попросила, точнее, меня задать вам вопрос, почему вы не выполнили решение суда, как раз по поводу одной из публикаций в отношении Галины Старовойтовой. Значит, мы решение суда выполняем, я просто не знаю, что он наметит. У вас была статья 22 декабря 1998 года, Старовойтова убили... 20 лет назад, я подчеркиваю. Миллиона долларов. Миллиона долларов. 20 лет назад, да. Где были сведения следующего содержания. Из надежных источников в кругах ведущих следствия известно, что она состояла в учредителях 36 предприятий, зарегистрированных в регистрационной палате Москвы, которые занимались обналичием и переводом денег на заграничные счета. С этих счетов Старовойтова забирала деньги и привозила их в Петербург, а также под заголовок, не соответствует действительности, новая версия, Галина Васильевна не была стерильным политиком. Редакцию обязали опровергнуть эти данные. Ольга Старовойтова говорит, что это не было сделано до сих пор. Почему? Знаете, что-то мне подсказывает, что если такой суд был, то мы спокойно публикуем любые решения судов, которые нас касаются. Поэтому по делу 20-летней давности мне очень сложно с расходу ответить. Если бы вы мне заранее окинули, я бы пришел и размахиваю бумажки. Я вам кину? Можно тогда? Да, конечно. Хорошо. Вот попробуем восстановить события 20-летней давности. Но, подождите, но я точно помню, что, не знаю, с чем там кончилось, но когда ее убили, Галину Старовойтову, тогда шло очень много каких-то свидетельств о том, что при ней была очень крупная сумма денег. В 98-м году, я все-таки давно живу, да, и в этой сфере обращаюсь, в 98-м году никаких стерильных политиков в природе не существовало, как не существует и сейчас, как не будет существовать никогда. Вы состаритесь, а их все... Но решение суда, и вы решение суда готовы выполнить. Скажите, а Путин тоже не стерильный политик? Что? Путин тоже не стерильный политик? Конечно, конечно. Ну, каждый политик действует как политик. А в чем он грязен? Объясните. Я не говорю, что он грязен, но не стерильный, значит грязен. Любой политик, который борется за политическое влияние, за власть, за что там еще они борются, я не политик сам. Ну, за что они еще борются? Не знаю, мы тоже. За ресурсы, за благосклонность населения. Они всегда порой это... У Путина не стерильные методы? Ой, 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 сейчас я послушаю. Сейчас вас кину, да, правильно прячетесь. Нет, ну хорошо, а если... Я же вам ответил. А если несколько проще, то... Так. То какие, какие... Ну, то есть я-то тоже голосовал за Путина, и все в этой редакции знают. Не сомневайтесь, что вы все голосуете за Путина. Нет, нет, но... Напрасно вы в этом. Как принятаетесь. Как приняты на их ай. Напрасно. Но не все вещи в политике Путина меня устраивают. Хотя я, так сказать, его сторонник, я могу сказать. Вот в свете разговора о нестерильности вас что не устраивает? Есть ли что-то, что вас не устраивает? Ну, смотрите, безусловно, любой политик, в том числе и президент России, когда он, скажем так, любой политик домогается народной любви, да? Ну, так положено. За него же должны проголосовать. И вот это такой ключевой момент, когда любой политик, я не знаю, какой политик может избежать этой ловушки, он всегда дает обещания, которые он собирается выполнить, но которые по разным причинам выполнить не удается. Если у вас это... Про майские указы, да? Можно про майские указы. Ну, это, в принципе, беда политики. Любой политик, хоть Григорий Алексеевич Явлинский, хоть, значит, Путин, хоть Навальный, они все, естественно, давали, будут давать какие-то обещания, которые они смогут выполнить. Вопрос, верил ли он в них или не верил, это как вот коллега Дурнова. Как Дурнова, да? А вот мне показалось, что вы там все-таки в душе. Я потому и спросил, Владимир Николаевич, а вот по поводу Путина, раз уж мы заговорили, ходит слух, ну, я не знаю, слух или, может быть, правда, что «Комсомольская правда» — любимая газета Путина. Ой, мне очень нравится этот слух. Вот расскажите мне, я не нашел источника, от кого это пошло. Это правда? Я не знаю, во-первых. Вы же с ним встречаетесь, он говорил, что классная газета у вас. Вы как, представляете, я встречаюсь и спрашиваю, Владимир Николаевич, ну, скажите, любимая мы газета. Мне нравится этот слух, источник, возможно, кстати, я помню это говорил, если уж вспоминать, источник здесь, на Химоскве, Юлия Латынина, глубоко умная и уважаемая это говорила, по-моему, женя Евгения Марковна Альбац, в частности. Но они не были источниками, по-моему, там это как-то раньше началось, но я не буду. Ну, может, раньше, я не знаю, честно скажу, не я, но мне-то этот слух нравится. С администрацией президента часто контактируете, общаетесь, какие-то указания? С администрацией президента? Кириенко, звонок, Владимир, что за статья такая убери? Нет, вы знаете, тут много очень мифологии. Вот я помню, когда был самый пик такой демонизации Суркова, все говорили, вы, вы, сурковская пропаганда, вот было такое. А я, Суркова, был у него в кабинете один раз в жизни, например. А он у вас? И уже недавно. А он у вас? Он у меня ни разу, я помню, я когда у него оказался, мне так смешно было. Я недавно у него был, это год назад, ну, так получилось, я оказался в его кабинете, впервые в жизни. Я говорю, Сурков, Вячеслав Юрьевич, вот, или Владислав Юрьевич, как-то, говорю, вот хоть, 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 хоть вот довелось, потому что мы же постоянно, якобы, по его указаниям, да, хоть довелось, теперь можно без обмана сказать, да, я был в кабинете, на ковре стоял. Ну, если серьезно, говорит, ну, и слава богу, что удается контактить с администрацией. Контактить с администрацией? Ну, конечно, нет, руководитель крупнейшей газеты страны, крупнейшего сайта страны, радиосети. А я не знаю, как это обычно? Винитик, если вы не рассказываете. Ну, что же вы не рассказываете? Ну, нехорошо, Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич, по-моему, репутат. Не информировать на Рыжкина. Подождите, Алексей Алексеевич же вошел в историю, вот у вас же только что облили виски, это же ответ, он как-то говорил, я вот там с одним высокопоставленным журналистом-работником администрации виски пил, он же везде это рассказывал, как он виски пил, так что? У меня самый последний вопрос. Это очень важный инструмент, надо общаться с администрацией. Про последнюю страницу комсомолки женщины, которые сейчас там бывают полуобнаженные, вы удерживаете? Ну, не полуобнаженные, женщину, девушка. Нет, ну, они разные, они меняются. К сожалению, не совсем полуобнаженные, ну, это мы коллективный разум, но я тоже смотрю с интеллектом. Последняя виза ваша? Нет, ну, там все очень так бестолково. А кто анекдоты слушает? Ну, не смешные же, ну, глупые. Ну, нет, вы зря меня спросили, потому что если вы вчетверо будете проводить рейтинговое голосование по любому анекдоту, вы тут же разойдетесь. Чувства юмора очень разные у людей. Но вам смешные? Вы смеетесь над этим? Вы знаете, вы знаете, так вот, периодически я не смеюсь, но я знаю, что вот этот анекдот, который, мне кажется, совершенно дурной, над ним будут смеяться огромные сообщества. Поэтому, ребят, не знаю, не знаю. Ну, анекдоты серьезные вещи, я их стараюсь смотреть все. Анекдоты – это самая читаемая вещь у нас. Так что, насчет не смешной, а поосторожней. Вам, конечно, не угодишь. Владимир Сунгоркин, прости, Лех, вышло время, совсем уже пересидели. Что, совсем? Это хорошо, посидели. Хорошо, приходите еще. Не-не-не, больше, ну, если вы мне заранее дадите подготовиться, а то как со старовой товар. Вопросы вышли, конечно, да. Со старовой товар. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, спасибо, программа «ИТИН». Спасибо. Спасибо, что я не остановил, я забыл, что у нас 58. Ну, 58, пересидели минуту. Не, я лучше на особое мнение буду ходить. Да, да, да. А потом, кстати, вы все, ребята, вы все гадости, по-моему, уже отстреляли. Скайбеда, Путин, что еще там? Ну, и все, а вы же готовы были. А снос домов поддерживать? А? Снос домов поддерживать? Лично? Ну, да. Ну, я бы его проводил по-другому, я бы без шума и пыли бы его сносил. А так как и есть. А как есть они ошибки, они по пиару ошибки. Они по пиару ошибки. А как вам, вот вам, вам какое, вам какая программа вот из двух ближе? Та, что Лужковская была, вот когда сносили? Или та, что сейчас? Я думаю, Лужков правильнее все делал. Ну, заметьте, Лужков очень много снос домов, и никто не было, это, что, чем пиаром. А нет, они по пиарам чуть-чуть не тоже пиаром. Нет, нет. Да, Лужков же тоже еще не могу поменять. Спасибо. Спасибо. Спасибо.